Староскольцы большинством голосов поддержали предложенные поправки в Конституцию Российской Федерации. В городском округе на избирательные участки пришли 163 144 человека. Это 78,6% от общего числа имеющих право голоса. Всего в списках было 207 511 жителей территории. За поправки выступили 76% староскольцев против 23%. В общем, по области поправки поддержали почти 82% избирателей. За проголосовало 796 636 человек. Против высказались 170 172 жителей региона. Как проходило голосование в северо-восточной части Старого Оскола в репортаже Марии Кретовой. На протяжении 7 дней в округе работали 139 участковых избирательных комиссий. В северо-восточной части города более 50% избирателей сделали свой выбор еще до Всероссийского дня голосования. Организаторы отмечают, вопрос нововведений в основной закон страны не менее важен для староскольцев, чем выборы президента. Общая явка составила 78,62%. Явка достаточно хорошая. Люди приходят. Помимо этого было организовано голосование вне помещения, по домам и при домовых территориях. Все шесть дней те бюллетени, которыми проголосовали избиратели, были запакованы все их пакеты и отвезены в ТИК. Сегодня мы их забрали с представителями полиции. На каждом участке были организованы все меры санитарной защиты, рекомендованные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Вы видели оборудованные участки таким образом, что расстояние между избирателями полтора метра. На входе стоит член участковой избирательной комиссии, который обрабатывает руки. Обязательно у нас коврики, которые обрабатывает МЧС, приезжает. Плюс у нас есть антибактериальные средства, которые мы наливаем на коврики. Каждый избиратель на входе получал набор средств индивидуальной защиты – маску, перчатки и ручку. По территории избирательного участка нанесена яркая разметка для соблюдения дистанции в полтора метра. Помимо этого, движение избирателей организовано по кругу, чтобы избежать лишних контактов. По итогам подсчёта голосов, 76% из проголосовавших староскольцев одобрили предложенные поправки. Чуть более 23% выступили против. Я за всё это. И, конечно, я пенсионерка, за пенсию, чтобы повышали нам стабильно, как говорится. Ну и вообще мне всё устраивает. Не зря же выходной дали, значит, нужно голосовать. Очень много с тем, что я не согласна, поэтому... А вы заявили против избирательного секрета? Против. Это наш государственный долг. Важно, конечно, важно. Почему? Это будущее наших детей. Как считаете, это хорошая идея, новые поправки вносить или... Ну, кажется, это дело каждого. Только кого, какое мнение. Ну, у вас, например, какой, если не секрет? Это секрет. Стараюсь как бы ходить всегда. Столько лет, во-первых, не изменяли Конституцию. Я считаю, что, наверное, надо что-то изменить. Организовано хорошо. Маски, перчатки предлагают. Мария Кретова, Кирилл Чуй, Александр Балакин, 9 канал.